Одесса всегда славилась количеством памятных мест и самих памятников, причем не только дореволюционными, но и теми, которые появились в советское и постсоветское время. Впрочем, последние несколько лет почти все находящиеся в Одессе памятные достопримечательности объединяет одно – они давно нуждаются в ремонте. Летом в Одессе все зеленеет, цветет и пахнет, особенно памятники и фонтаны. Знаменитые литературные Петя и Гаврик, стоящие недалеко от управления городской полиции, уже давно покрылись зеленой плесенью, а как бы фонтан, где они установлены, зацвел. Впрочем, фонтан – это, конечно, громко сказано. В том смысле, что фонтан этот на сегодняшний день как-то весьма странно выглядит. Почему-то наши коммунальные службы решили, что капающий краник – это и есть фонтанирующие струи воды. Кстати, вода здесь – это что-то особенное. Плавающий по поверхности мусор, снизу мутные зеленые разводы, запах, сами понимаете, соответствующий. Господа чиновники, вы что-то перепутали. Это не туристическая привлекательность, потому что такой фонтан никого, кроме мух, не привлекает. Ну, грязненький. Ну, грязненький, это понятно, что он страшненько. А что делать? Что, смузить вымыть? Ну, вот, понимаете. Разве что. Есть же какие-то службы, которые должны ухаживать за памятниками. Это же, ну, что это? Ну, то, что вы загаживаете. Ну, сумляют. Кто на эти службы уже обращает внимание. У нас есть эти службы? Я их не вижу. Верная народная примета. Если пометит птичка, значит, это к деньгам. Но, кажется, в случае с памятниками она не срабатывает. Потому что, если судить по загаженности, одесские памятники должны были давно стоять на золотых постаментах. Однако не то, что золотые. Обычные уже разрушены. Стоящий неподалеку от литературных героев памятник киногероине немого кино Вере Холодной тоже давно нуждается, ну, хотя бы в косметическом ремонте. И дело уже не в самом памятнике. Миниатюрная актриса, несмотря ни на что, неплохо сохранилась. А вот постамент, на котором она стоит, выглядит чудовищно. А ведь совсем скоро очередной международный кинофестиваль. И наверняка к памятной Вере пойдут толпы поклонников возложить цветы. Спрашивается, ну и куда они будут их возлагать, если постамент, что называется, в кусках. Ужас. Что тут можно говорить? Скоро кинофестиваль открыться. Наверное, приедут, будут какие-то цветы возлагать. Ну, стыдно, но это же все равно не ко мне. Все одесситы видят, есть же и городские власти. Наверное, может, они увидят наш сюжет и что-то сделают. Это, конечно, нам позор нашему городу. Скоро кинофестиваль. Наверное, приедут в гости. Ну, может быть. Может, кто-то подсуетится и что-то сделает. Дай бог. Как вы считаете, достойна эта женщина, чтобы ее отремонтировали? Конечно, достойна. А что же не ремонтируют? Это городским властям. Это городским властям. У нас есть мэр чудесный. Так вот у нас все. Примерно в таком месте. Да. Самим горожанам надоело видеть Веру Холодную с протянутой рукой. Прозрачная намека, кажется, и придумать нельзя. И они украсили ее красной розой, вложив ее в памятную руку. А ведь на самом деле стыдно за такую Одессу. Только стыдно почему-то самим горожанам и отчего-то не стыдно городским властям, которые заботятся о туристической привлекательности и страшно любят Одессу на словах. И которым Одесса вместе с ее привлекательностью абсолютно безразлична на самом деле.